Девушки отдыхают По неподтвержденной информации, женщина с белухами – подруга замдиректора Океанариума. И купалась она во время карантина, который вели после смерти дельфинов в 2016 году. В Океанариуме, однако, информацию опровергают. На видео сняты кадры подготовки к дельфинотерапии, утверждают в пресс-службе учреждения. Между тем, злоключения животных в Приморском Океанариуме продолжаются. В начале недели там чуть не разбился морж. Он прыгнул в пустой бассейн, который не был закрыт решеткой. Животное весом в 500 килограммов упало с высоты в несколько метров. Моржа отправили на больничный, и некоторое время выступать он не мог. На седанке в субботу бушевал смерч. Стихия сорвала крышу с билетных касс на железнодорожном перроне, которая, отлетев на несколько десятков метров, упала на припаркованный джип. В нем находился водитель, он получил травмы, мужчине вызвали скорую. Кроме того, смерч повалил дерево, которое упало на стоящий Ниссан-Джук, и побило окна в доме в эпицентре урагана. Натворить этих бед смерч успел всего за пять минут. Трусы, пропитанные наркотиками, 111 литров алкоголя и 20 мобильных телефонов, в разное время пытались нелегально передать в СИЗО-1 во Владивостоке. Всю запрещенку вовремя заметили проверяющие инспекторы. Трусы изъяли прямо у арестанта, а нарушителя со спиртным и телефонами задержали. Карманная кража – это тайное хищение чужого имущества из одежды и ручной клади, находящейся при потерпевшем. Нашего героя нельзя показывать, нельзя называть. И даже голос его мы исказили. Профессиональный карманный вор, ему около 40, первую кражу совершил в 12 лет, в 16 первый раз попал в места не столь отдаленные. Более 10 лет провел в колониях и почти четверть века чистил карманы жителей Владивостока. Сегодня он в завязке, но не исключает возможность вновь вернуться в профессию. Призвание – вор. Об этом в эксклюзивном интервью Карманник рассказал в нашей программе. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы решили заняться этим, скажем, непростым бремя словом? Я даже не знаю, как это вопрос, если честно. Тогда я был очень маленький, тогда были 90-е, так сказать, да? Было модно там что-то, да и кушать хотелось, там, родителям не платили, там, жил с мамой, да? Меня пригласили, я там шел с приятелями, тогда они по базарам, тогда вот эти вот сумки королита были. Прошелся, и потом я попробовал один, и меня никто не учил никогда ничему. Невозможно научить этому. Можно научить открывать замки, там, домушников, да, сейфы, там, я не знаю, взламывать банковские, там, какие-то счета. Но этому нельзя, этому только самому можешь научиться. Как это было в первый раз? Расскажите. Я не помню первый раз. А как вы помните, какая самая запоминающаяся кража? Да я практически все кражи могу помнить. Самая запоминающаяся, естественно, с большими суммами денег. Ну, сумму я вам не буду говорить. Вы даже представить не можете. То есть, действительно, ну, какие-то большие суммы, да? Огромные. Вы считались хорошим специалистом своего дела? Думаю, ну, не лучшим, но одним из них точно. Вы говорите, что вам нужно очень немного времени, чтобы понять, есть ли у человека деньги, где они у него лежат. Это уже, наверное, как бы идет механически. То есть, каждый, допустим, мы, короче, распределяемся, короче, там, на несколько категорий. Там есть шермачи, там, есть, допустим, рвачи, там, по-разному. Но на самом деле всего там две или три категории. Есть техники, есть рвачи. То есть, я не знаю, это просто-напросто, как бы, я вот захожу, допустим, в общественный транспорт, да? Не вижу, кто. Есть рвачи, им и не важно, кто. Не важно, как, там, они взяли у бабушки, там, которая, там, трясется, там, последние, там, дни жизни доживает. Кошелек этот вытащит, там, как бы, сверху он не лежит, потому что она, там, и тяжелую сумку, да, там, допустим, даже закрыть. Ну, а есть кто, категория определенная, короче, кто, ну, насколько ты себя уважаешь, и насколько, как бы, даже если ты употребляешь наркотики, большую часть своей сознательной жизни уже взрослая я употреблял тяжелые наркотики. И практически каждый это так. А сейчас? Нет. А вы давно перестали принимать наркотики? Несколько лет, не буду говорить, сколько, несколько лет о свободе. Короче, шесть лет, будем так говорить, плюс, ну, два года. А вы соблюдали пресловутый кодекс чести карманного вора, не воровать у пожилых, инвалидов, детей, беременных? Пресловутый, почему пресловутый? Ну, потому что сейчас бытует мнение, что этот кодекс чести не соблюдается. В большинстве, да, он соблюдается, но, опять же, я говорю, есть определенная категория, как бы, сколько ты себя уважаешь. У беременных, ну, это по-разному. У бабушки, да, и тому подобное, там, естественно. Ну, есть и бабушки такие тоже, у которых, там, два миллиона вытащить сумки, она говорит, ой, ой, Ира, деньги украли, придется домой возвращаться опять за деньгами. То есть, там, ну, это единичные случаи, конечно же. Но, опять же, ты видишь людей. Заходишь, видишь. А сколько у вас судимости за кражи? Пять реальных из них, ну, там, девять, по-моему, или восемь дней судимости. А сколько лет вы провели в местах решения с УМОН? Ну, более десяти, где-то так. Я точно не считал. А первый раз вас посадили сколько у нас? Пятнадцать. И сколько вы просидели тогда? Ну, около года последствия. А что заставило заняться опять этим бенусом? Ну, почему не заставляло? Почему заставило? Как-то, ну, ближе к душе. Не знаю, вот, допустим, вот, вам нравится заниматься в журналистской деятельности? Вы видите себя в этом, как бы чувствуете, да? Вот, ну, как бы чувствуете человека, там, разговариваете, вы можете вести репортаж. А я могу украсть. То есть, не у тех, у кого последние кипейки. Я могу нормально красить, как бы, при этом не чувствовать никакой вины, ни зазрения совести. То есть, я не совершил ничего в жизни. Я не убил никого, не отдал жизнь, ни у кого не отдал здоровье. Вообще, карманные воры – это высшая категория в преступном мире, иерархия преступного мира. И это действительно, это не легенды, это не сказки. Мы высшая категория, везде, в любом криминале, короче, мы самые… Ну, тоже, опять же, зависит от твоих поступков, судят людей по их поступкам, по их делам, даже в криминальном мире. А почему вы решили бросить? Я ничего не решил. Как-то вот так пришло, и все. Знаете, как есть, вот там, бывших наркоманов нет, там, то есть, человек находится в стадии ремиссии, может находиться в стадии ремиссии до конца жизни. Наверное, бывших, многих родунов, воров нет. То есть, вы не исключаете для себя, что вы… Я ничего в жизни не исключаю, никогда, да, может быть, я когда-то вернусь обратно, и я усовершенствуюсь, и буду еще лучше. Но, по крайней мере, с каждым годом, находясь сейчас на свободе, ну, как сказать правильно, наверное, у меня другой, сейчас немножко мышление, другой менталитет уже у меня. Тоже я не могу конкретно объяснить эти вещи. Они пришли как-то с собой. Меня ничего, я не боюсь, там, допустим, там, лишения свободы. Раньше, наоборот, я жил этим, мне нравилось. Даже меня садили, я как бы, во, так, у меня там еще незаконченные дела. Освобождался, тосковал даже по лагерям где-то и тому подобное. Не спал там. Месяцами дома не мог уснуть, потому что там остались какие-то незаконченные вопросы, решения там. То есть, там тоже жизнь идет, везде жизнь. Что, по-вашему, толкает людей на эти преступления, вам, как человека? Это не преступление для нас. Это наш образ жизни, это наша жизнь. Я же говорю, вы же работаете журналистом. Это ваша жизнь, это ваша работа. Для меня это работа. Просто я выхожу на работу. Каждый, кто-то хлеб печет, да? Он там обладает. Он может делать такой вкусный хлеб, да? То, что там, ну, там, повар-кондитер. И он ему нравится, ему каждый должен любить свою работу, да? Это же, как бы, где-то даже, как говорится, не классное правило. Но, прежде всего, тебе твоя работа должна нравиться, должен ее любить. И ты будешь делать ее хорошо. Но я люблю, люблю я до сих пор это. Ну, нет такого там, то, что я там где-то, наоборот, тоскуешь даже где-то. А кто, по-вашему, не более легкая добыча, не более карманика? Ну, легкая добыча, кто-то дальше спрятал деньги, наверное, скорее всего, так. Чем дальше прячут деньги, тем легче мне их достать. И я буду меня заметил. Сами подумайте, или у вас сумка, вот, допустим, в сумке, вы, нахуй, держите деньги, да? Или у вас, допустим, кошелек лежит в дубленке, под дубленкой пиджак, костюм, да, строгий. Вы прямо в кармане, засегнутый, или на пуговичку, да, или разлети. То есть, ну, уже, получается, психологически человек, он знает, то есть, что невозможно залезть под дубленку, в пиджак, в внутренний карман, засегнутый на пуговку, вытащить оттуда кошелек, достать оттуда все средства, закрыть кошелек, положить на место, то есть, и, как бы, ну, психологически, это человек, он уверен, то, что его не тронул. А я получаю, наверное, я не знаю, даже какое-то удовольствие, ну, как, наверное, наркота, та же вторая, там, говорят, выхлопа адреналина, ну, не знаю, особенно, когда ты видишь периодически, то есть, сотрудники полиции, которые занимаются, у них специальное подразделение, да, допустим, порой приходится, и они тоже работают, и они работают, учатся на этом. Там каждый день они так же, ну, и порой приходилось даже, там, как бы, забирать при них. Они ждут, они смотрят, когда ты. У тебя на хвосте постоянно сидят, да, оперативка, там, конкретно, там, наружное наблюдение. Я уже не говорю, там, определенную группу задержаний, да, непосредственно. И вот приходилось, вот, они типа проходы, они дают тоже, как бы, приходилось забирать при них, и, то есть, получаешь, ну, получаешь кайф, когда ты вытаскиваешь свой очень сложный кошелек. То есть, несколько, короче, удовольствий. Я достаю его, да, я достаю туда, там, допустим, смотрю, там, евро пошли, там, не евро, да, допустим, сумма. Давайте назовем сумму, там, 800 тысяч рублей в общей сложности, да. Я их забираю, то есть, все. Вот, вот у меня только что было, там, 300 рублей в кармане, да. Вот у меня там уже есть более, под миллион денег, да. Я ложу этот кошелек, дупленка, допустим, на замке, да, зимой, к примеру, да. Я застегиваю, и на последнем, буквально вот так она у него была застегнута. Человек сразу, хоп, на карман свой, правильно, а кошелек у него на месте. Он же не подумает, что у него вытащили оттуда деньги. Он раз вдыхает, и у меня, как бы, я понимаю, то, что у него там уже ничего нет, он примерно знает. То есть, я пачку любых купюр могу различить на ощупь. То есть, допустим, я кошелек вытащить, я его приоткрою, засуну туда палец, буквально буду чувствовать, что там за купюр, и примерно сколько там денег. Хотя бы вот по одному отделу можно судить. Как вот вы это делаете, вот говорят, как-то вот так, кончиками пальцев этого танца? Это все, короче, ерунда, по-разному. Смотря зависимость от ситуации. То, что у карманики непосредственно должны быть вот такие вот там трехметровые пальцы и тому подобное. Я говорю, опять же, категория разная. То есть, некоторые пинцеты там, ну, есть такие, ну, как бы, единицы. Ну, это все глупо. С пинцетом ты не чувствуешь, ты должен чувствовать. Ты слиться должен со своим, с человеком, кого ты обкрадываешь. Быть в одном едином. Но ведь не каждого человека нужно обокрасить или практически любого? До каждого, как не каждого. Раскрыть карманную кражу сложно, практически невозможно. Карманника нужно задержать прямо на месте преступления. Таких воров оперативники ведут годами. Вот кошелек у гражданки украл. Украл. Кошелек, кошелек, какой кошелек? На, быти. Но по неофициальной статистике раскрывается только каждая 75-я кража. Чай, кошелек. Берегите свои карманы.